Это когда-то я помогал готовиться делать доклад на очень престижном каком-то форме и вы знаете Вот эта женщина это готовая, но самая малая запкафедра, готовая, готовая, поверьте, я знаю что говорю, почему, после, вы знаете как приходит молодой специалист, она будет кандидатом наук, ну дадут ей должность там, ученые гранулы, скорее всего, то есть с самой нижней как бы ступеньки, с начальства никто сразу не даст, то есть ей придется начинать с нуля Вот, за какие там 15 тысяч, вот, наверное, я так догадываюсь, да, а что я скажу, вот вы будете займется селекцией опять яблони груши, конец этой истории, селекции обычной, пусть того, когда отменили Мичулина, это значит, да не отменяли, он сам, пусть того, когда у него прививки не пошли, на моростоке по двое, массовая гибель, он сам что написал, значит, берем два сорта, Один местный, один южный, роскошный, скрестим и получим гибрид, может быть, отобрать качество, чтобы и он был как бы южный, на моростоке северного, но, Илья Александровна, тебе лет 30 понадобится, а я всем говорю, у нас 50 тысяч сортов яблони, у нас тысячи сортов груши, у нас тысячи сортов абрикосов, Нам больше, стране, это я как бы подвожу итог сегодняшнего разговора, нашей стране сегодня не нужен ни один новый сорт, потому что я говорю, поговорю с двумя, правда уже бывшими, директорами ГСУ, сортов испытательных участков, Это когда они испытывают, 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 вот уже лидер, вот винишная черта, и вот страшный мороз, и вся работа на смарку, А почему? Потому что надо не просто вырастить новый сорт, супер морозостойкий, но надо, чтобы он еще и не погиб от всяких глупостей, А ваши книги, которые издают в Сау, я три книги читал, там все тоже, там вот это все тоже, все тоже, все тоже, все тоже, не хочу листать, противно, вот, То есть, Ля Александровна, она убивать не будет деревья своими руками, вот она растет, вырастет, предельная морозостойкость обеспечена, качество обеспечено, вот, Есть это, теперь начинаем что делать? Улучшать, а знаете почему? Нету в России аналогов, потому что вы сейчас увидите, вот этого, аналогов этого нету, поняли? Нету, значит, что берем веточку с этим, это как минимум, переносим, А потом, на слайне ментора, это целая наука, я вам уже рассказывал, никаких секретов, вот, Нобелевская премия запаздывает, ну, что, я сейчас кредит проживу, вот, Что здесь написано? Это, я предлагал, говорит, начни с этого, покажи, вот это предлагает, скажи, что Железов готов передать мне свои уникальные сеянцы, Кулоны, сорта, образцы, формы для ворачивания новых поколений, и это обязательно, свое понимание прошлого и будущего, так вот, Если она с этого начнет, вы представляете, какая дорога, ведь оно не замерзает, если дерево не трогать, Никакие бактериальные болезни не берут, априкосы, это, с яблони пролетели, потому что привезли сюда, с юга, это самое, инфекцию, страшную инфекцию, привезли не заметили, Опять свалили на грибы, вот, вот от чего, а представляете, дайте, вы ее поставьте, это самое, завкафедрой, Вы ее поставьте, зам университета по науке, именно по науке, потому что это новая наука, вот, А я уж этого человека, который называет своей дочкой, я ей там не дам пропасть, Она обрисована успехом, а пока она собирается, я специально это говорю, она разрешила мне сказать, вот, Сейчас она же получит скандидата, и так же, как Сергей же, он у меня, кто? Вот за Гроном, диплом где валяется, уже, может, это выбросил, Железова Сергея, с лучшим сибирским садом, С уникальными сортообразцами, с опытом лучшего питомниковода России, по качеству, по морозостойкости, Не взяли на дневное отделение Красноярского института, у него же средне-специальный, Бесплатно не взяли его, должны были дорожку постелить, сказать, а, к нам Железов едет, Только он к нам, это самое, мы его сейчас берем на бесплатное, само собой, Мы его не будем, начертываем эти лекции, вот, он у нас будет потихонечку преподавать, Чтобы мы путились, вот сидит 100 человек в аудитории, и сидит 5 преподавателей, И он им рассказывает, как привить правильно, как выбрать, как что, как посадить правильно, Про то пятнышко, которое до сих пор не знает, почему на севере росло, значит, Разве можно его посадить теперь на юг? Скорее же проходили мы про это, где север, где юг, где мох, где чё, Но нельзя трудно это всё внедрить в общее понятие, А не только когда заблудился в лесу и посмотрел, с какой стороны дерево мох. И вы знаете, где возможности открываются. Вот так его должны были взять в университет, уже бы закончил бы его. Вот. Тогда легче было бы, там карьеру сделать. Вот это Савенич, Железов Сергея, а еще с десяток фамилий, помните, я говорил, гордо. Вот это я хочу закончить. Когда-то будет последний вебинар. Я посмотрю, сейчас переходим на ту комнату. Может быть там уже даже не 20, может там вообще никого нет. Посмотрим. А дальше хотел рассказать, как делаются матыши деревья. Вот. Вот. Еще другие темы. Еще другую. Представляете, это учебная статья. Вот так надо резать. Это все серьезно. Вот. Происхождение деревьев. Разве это не надо знать студентам? Что они об этом знают? Как берутся формы кроны? Откуда берутся формы кроны? Как это зависит? Самое главное от чего? Да от высоты травы. Высота штаба деревьев в дикой природе формировалась миллионный лет. Высотой травы и стала константой для каждого вида. И стала постоянной частью генома. Про все миллионы лет закрепилось дерево, вот это вот штаб. А после этого, пришли другие времена, пришли засухи, и трава с двух метров, двух с половиной стала полметровой. И теперь голый штаб. И какие-то умники сказали, дереву положен штаб. А этому дереву положен штаб? А этому положен? А этому? Где штаб? А у меня таких фотографий сотни. А этому? А этому? Где двухметровый штаб? А вот это вот кустовидная форма. Не потому ли, что ему было очень трудно расти вверх? Вы ему сам приделаете. Всё, ребята, закончили. Значит так. Вот это вот. Ещё вариант Фаины. Ещё один. К сожалению, я мог бы, но в общую банку попадут эти же косточки. Уже сейчас Фаина разделилась на десятки, на этих самых, на десятки сорта образцов. На десятки. Я вам только вчера показывал, нет, неделю назад на вебинаре, а или, по-моему, в отдельном фильме, я вам показал Фаину полтора раза крупнее, с яркой окраской. И ещё там, где Савинич, помните, Елена, держала их. Вот. Ещё одно дерево поспело. Ещё одно. Но опять разновидности. И мне это надо, чтобы сказать, ребята, в своё время разогнали целую школу, целую школу умнейших, грамотнейших учёных. Мне не хватило одной искорки, одной. Они делали вегетативные гибриды, и гибриды получали с огромным трудом семенами, с огромным трудом, в редчайшем случае. Да и закрепить невозможно. А вот вишни, сливы, черешни, и особенно абрикосы, это так легко делалось. Вот. А потом пытались закрепить. И опять косточка и закрепляем. Получили вот как тот вот это, если взять вот нашу. Вот. Получилось это чудо с помощью прививки. Сейчас. Я заканчиваю. Это важнейший момент. Это выводы всепланетные. Это выводы самой природы. Это выводы всё, что уже должны изучать в институтах. А они ещё и не знают об этом. Что вот косточку отсюда взять, и никогда вы не получите вот это вот. Значит, специальная прививка, специальная методия. И можно ещё получить больше. Или ещё варианты. Вот. Я не считаю, что это хуже. Я считаю, что да, манчжурский абрикос сделал их меньше. Влияние в институтах гибридов, как в институтах гибридов, имеет две стороны медали. Зато вкуснее ничего не бывает. Поняли? А я фильм покажу, я там беру и так вот разрываю, и вы увидите такое чудо, что даже по внешнему видно, что это сказка, это невиданные вкусности, сладости. Абрикосы, которых нет на всей планете. Это фаина, это вариант железа. Это тройной гибрид. А нету тройных гибридов. Двойных не бывает, а? Выпустите себе языки. Помните? Что ваша наука, а это уже наука. И цитата 1930 года. Так было? А я бы вас, девчата, взял со сайте, если бы вас не забросили в голову. Как можно верить глупостям, которые преподавали ваши преподаватели в нескольком поколении? Не знаю, что будущее вот за этим. Вот, кусочки собираю. Вот они сохнут на балконе. Пока летние. Пока. Скидки покупайте. И все, сейчас я перехожу сюда. Сейчас я перехожу сюда. Вот сюда. Интересно, хоть просто разовый 20 сектор будет? Ну да, ровно 20. Скидки покупайте. Наверное, это уже самые низкие. Там самые остались надежные. Это те же самые Вахтияров, все те же. Вот. Ромалдинов Николай. Какие сделал несколько роликов учебных. Ну, умница. Ну, получается, я все-таки не зря, эти. И он слайд с нового вебинара. То есть, и зря. Вот. Ну что, с самого низ. Доехали до 20 участников. Сейчас нам надо вверх, вверх, вверх. Вот. Странно, что, если бы из вас хотя бы по 5 роликов разослали бы, 5 ссылок, неужели среди вас нет тех, кому это интересно, среди ваших друзей. Ну, такое писение, что никому ничего не надо. А я все равно жду чудо. Отпустите меня на кухню на 5 минут. Еще посмотрю. Бывает, что мне присылают то, что имеет отношение к вебинарам. Так. Ваши черенки шелкаются. Пошли в рост. Ага-ага. А эти, эти, видели? Летние. Вот так вот. Вот это подарок к дню рождения. Ну, почему это день рождения, как там, всего раз в году. Я бы туда такие подарки каждый день получал. Шелковица прошла в рост. Значит, корни есть. Значит, посылочная шелковица, высланная, ускоренная почта, это вариант. Реальный. Реальный. Пирсик, Хасанский. Канада поздравляет. Спасибо. Вот. Днем рождения. Ну, с опозданием. Ладно. Все. Я на кухне. Пять минут. Вот. Не знаю, я зря сегодня все это говорил. Не зря. Рассказывать, как лекция сухая. Пункт первый, второй. Не знаю. Не знаю, не знаю. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...